Пограничники Молдовы не впустили в страну съемочную группу RTVI. Моя коллега Мариана Минскер должна была взять интервью президента страны Игоря Дадона. Причем встреча была согласована на уровне президентской администрации. У Марианы были и официальные приглашения от Дадона и письмо от RTVI с подтверждением цели визита. Но пограничники сочли, что мои коллеги не смогли подтвердить цель визита. Сейчас Мариана у нас в студии. Мариана Минскер. Привет, Мария. Скажи, пожалуйста, как это все происходило? То есть вы выходите по трапу и дальше что? К вам подходит какая-то охрана? Надо начать с того, что прилетели мы в час двадцать ночи по молдавскому времени. Да, мы спокойно совершенно прошли, стояли в очереди на погранконтроле, на паспортном контроле. Очередь была небольшая, но когда нас дошла, сразу же позвали почему-то и меня, и моего оператора. И мы так поняли, что нас уже ждали. Как-то нас вычислили. И сразу же забрали паспорта, спросили, мне только два вопроса задали. Была ли я раньше в Молдове, я ответила нет. И где я останавливаюсь, я показала, у меня была забукирована гостиница. Потом нас попросили подождать, нас отвели в сторонку. Минут десять, может быть, чуть дольше мы ждали. При этом все были подчеркнуто вежливо с нами. И через десять минут вышел, как потом выяснилось, глава службы погранконтроля. Он вручил наши паспорта и вместе с постановлением об отказе на въезд на территорию республики Молдова. На мои просто удивления, возмущения, шок. То есть вас даже ничего не спросили по существу? Нет, я показала, причем я показала все письма, которые ты перечислила. У меня было два письма, поскольку, конечно же, я понимала, что российских журналистов в Молдове не очень жалуют. И, конечно, мы подготовились. Было официальное письмо от администрации президента Молдовы с конкретной датой и временем интервью. То есть все было подтверждено. И был RTVI Нью-Йорк, поэтому также было письмо. То есть я была уверена, что поскольку от RTVI Нью-Йорка, а RTVI это международная телекомпания, и на территории России мы не вещаем, как известно, только в интернете. Поэтому я думала, что проблем вообще никаких не возникнет. Я там стала кричать, кто тут главный, с кем мне поговорить можно. Но вот этот человек сказал, что я главный, я глава службы погранконтроля. Ни о чем разговаривать он со мной не стал. Он сказал, что это все бесполезно. Хотя все равно я, конечно, продолжала. И тем не менее, вот он мне вручил постановление на отказ, в котором я вот даже хочу процитировать, было написано. Это официальное решение об отказе во въезде. В качестве причины там указано, не выполняют другие условия, установленные статьей 8 закона о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами. То есть я хочу сказать, что я даже не успела ничего нарушить. Я даже не смогла попасть на территорию Республики Молдова. То есть меня не пустили внутрь. А скажи, это все насколько было корректно? Не применяли ли какую-то физическую силу? Ну вот со мной, с нами, я еще раз говорю, подчеркнуто вежливо разговаривали. Никто руками меня не трогал. Оператора тоже сначала. Я сначала хотела по-хорошему как-то это решить, договориться. То есть как-то объяснить еще, куда-то отойти. Но это все было бессмысленно. И потом я уже просто сказала, что я никуда отсюда не уйду. Я уже начала скандалить. Сказала, что я останусь здесь. Я в любом случае, я приехала по работе, я возьму интервью президента Молдовы. И только потом, как и планировала, завтра днем улечу. И пошла потихонечку к выходу. Там уже, конечно, подтянулись пограничники. Но они как-то окружили так вот, они как-то умеют так оттеснять от выхода. И сказали, что у меня даже была мысль как-то там пробраться незаметно по этому коридору. Но их, конечно, нет. Я стала там звонить всем. И они оператора моего, Александра Науменко, нашего оператора РТВА, увели. То есть нас разделили. Я уже не видела, где он. И потом уже он мне рассказал, что к нему поступили в отношении него угрозы. Сказали, что если ты не успокоишь сейчас, то, конечно, мы к девушке ничего не сделаем. А вот к тебе мы можем применить силу. Я считаю, что это угроза. В общем, как иначе это назвать? И сказали, что вы улетите в любом случае сегодня вот этим самолетом. Вас ждет, пассажиры ждут. Действительно, нас ждали, рейсы держали. Тебе даже удалось что-то снять на телефон? Да, мне удалось. Давайте мы посмотрим, если у нас есть такая возможность. Не просто, но это как раз глава службы погранконтроля Молдова. Вам нужна личная его подпись? Я еще раз повторяю. Вы мой вопрос слышите? От его не пропуску сказали все причины. Вам нужна подпись Дадона личная? Я еще раз повторяю. Хорошо, когда вы меня пустите? Когда у меня какие будут документы на руках? Когда вы будете выполнять требования въезда. Документы все указаны. Давайте пройдем, у вас не посадят. Когда я как турист приеду? За вас задерживается рейсы. Самое интересное, что я спросила, какая причина, почему вы нас не пускаете на основание чего. Он сказал, что вы не смогли подтвердить цель визита. Я говорю, как? А вот же вот это письмо. Вот посмотрите, где же все написано. Он сказал, что здесь написано, что уважаемая госпожа Минскер, в ответ на ваш запрос на интервью господином Игорем Дадоном, президентом Молдовы, для международного телеканала RTVI, аппарат президента Республики Молдова, сообщает, что данное интервью состоится 23 января 2018 года в 9.30. То есть сегодня утром. Все здесь четко, вот за подписью Руслана Флоча, генерального секретаря. То есть по всем документам все согласовано на вашем уровне, вы должны были там быть, но почему по граничной службе? Глава погранконтроля Молдовы сказал, что он вообще не видит здесь никакого письма, когда я вот потрясла перед его глазами. Потом он сказал, что это вообще не документ. Вот он не знает этого человека, генерального секретаря, он не знает, вообще впервые слышит, а президент Молдовы ему не указ. Вот такой вот был ответ. Ну а о том, что ему президент Молдовы не указ, как он говорит, мы тут можем строить разные догадки о внутри политической ситуации в стране и почему периодически парламент отстраняет Игоря Дадона, временно приостанавливает его полномочия. Так или иначе, возвращаясь к этой очень неприятной ситуации на границе, у тебя не было опасений, что вот тебя сейчас арестуют и ты просто там останешься? Нет, я даже наоборот, я хотела остаться, я не собиралась лететь этим рейсом, но вот так, к сожалению, не удалось остаться. Не было опасений, что арест, ну как-то я так в тот момент об этом не думала, у меня была задача, мне нужно было ее выполнить, взять интервью. Удалось ли связаться потом с администрацией президента? Какова там реакция была? Да, конечно, удалось, я сразу звонила, но там была уже глубокая ночь, поэтому было сложно дозвониться с утра, но они, конечно, в курсе, они возмущены, мне позвонили оттуда сразу уже с утра, когда проснулись, но сказали, что будут разбираться, что, конечно, интервью очень, мы надеемся, в ближайшее время все-таки состоится. Ты не первый российский журналист, который пытался поехать в Молдову для, в общем, выполнения своих профессиональных обязанностей, да еще и имея договоренности. Были прецеденты, когда наших коллег разворачивали на границе. Ты внутренне была как-то готова к такой ситуации? Ну, конечно, то есть у нас была возможность выбора, мне ехать как турист, просто по туристической какой-то вот визе, либо, даже не визе, а просто как туристы, либо вот по официальным документам, и я не скрою, я советовалась с администрацией президента Дадона, и мы как-то все вместе решили, что лучше все делать по-честному, официально, тем более, что все документы у меня на руках, никаких проблем нет. Насколько я понимаю, то администрация президента Молдовы вот такие документы раньше не давала, и вот сейчас уже ввиду вот такой вот необходимости стали выдавать даже такие письма, поэтому я решила все сделать в открытую, по-честному. Ну, вот лучше бы, наверное, мы поехали как туристы, хотя тоже неизвестно, какой бы был финал. Может быть, бы это закончилось все хуже. А сколько, получается, вы провели в аэропорту? Ну, в аэропорту примерно мы не больше часа провели, я думаю, примерно вот около часа. То есть это так называемый разворотный рейс, да, который обратно к Кишиневу, Кишинев-Москва, и того общее время вот в пути. С тем же бортом улетели в общее время в пути 6 часов, ну, ночь. И в итоге это было нигде между двумя странами, вылетев из России, так и не прилетев в Молдову. Да. А какие-то потом последовали, последовала ли какая-то реакция от пограничной службы Молдовы, в свою очередь? Они, кроме того заявления, которое они тебе дали на камеру, на телефон? Они сказали, что вы можете все обжаловать в суде, что я надеюсь и сделать в ближайшее время. Большое спасибо, Марьяна, я надеюсь, что удастся обжаловать в суде, и удастся все-таки добиться. И самое главное взять все-таки интервью у господина Дадон. Я тоже. Спасибо. Над чем ты так долго работала, готовилась, и, конечно, ситуация страшная, неприятная, и на самом деле тебе очень сочувствую. Спасибо. Марьяна Минскер, моя коллега, мы говорили о том, как съемочную группу RTVI во главе с Марьяной Минскер не впустили в Молдову. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, и затем продолжим сквозной эфир на RTVI.